привет всем здравствуйте продолжаем эфиры этой неделе их тоже очень много вчерашний эфир обязательно посмотрите он был очень яркий потому что все было про дурчика бана сегодня у нас аквариумный вариант дизайна чем давать для аквариума я предлагаю не использовать просто прозрачный гель вот у кого банки скульптурные у кого базы гель-лаковые здесь не имеет значения самое главное создать толщину между одним слоем дизайна и вторым слоем дизайна так сейчас я одеваю перчаточки всем привет обязательно напишите тему сейчас я вам скажу давайте тема аквариумный дизайн при помощи декорации вот вот такая тема я сегодня в контакте вела получилось очень красиво я делала при помощи 3 не ствени мы с вами вчера работали сегодня я предлагаю сделать с прозрачным гелем сегодня предлагаю сделать с прозрачным гелем пишите как настроение как погода вот у меня очень жарко я жду не дождусь когда же я уеду домой возвращаясь домой первого августа потому что дети у меня окончательно сели дома они просто тупо не выходят особенно моя дочь вот видите на заднем плане сидит совсем для нее это просто уже невыносимая жара видите как по-разному я думала что у нас в ростове очень жарко оказывается нет вот и несмотря на то что здесь морской бриз это очень жарко ну что поехали делаем с вами спасибо спасибо нальчик так 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 прикрепить комментарий благодарю большое у меня кто у меня из нальчика и так аквариум я к сожалению представляете я забыла прозрачный гель в банке я набрала кучу камуфлирующих гелей а конкретно прозрачный не взяла вот но классно аквариумы делать именно с жесткими гелями причем не бойтесь их сочетать с гель-лаками даже если у вас подложка будет гель-лаковая само моделирование для аквариума принципе можно взять и из классической системы тот же easy one монофаз они достаточно пластичные они будут хорошо сочетаться с гель-лаком если клиент привык носить гель-лак тем больше с гель-лак мало кто размачивает вы все равно это все спиливаете машинкой поэтому не имеет значения вот так как у меня здесь на кипре нет прозрачного геля я была уверена что я взяла монофаз я уже сегодня все перерыла я не нашла монофаз вот поэтому я буду использовать скульпт медиум но по-хорошему по-хорошему именно базы именно не скульптуры гель-лаковые а именно базы которые выполняют функцию скульптуры у которой хорошая адгезия а у медиума хорошая у них всегда очень большую толщину может идти легкая желтизна вот но так как я буду сейчас подложку делать цветную с гель-лака то в принципе скульпт медиум пойдет но в идеале лучше взять например easy one либо взять монофаз сейчас я покажу как пишется монофаз как пишется из его на не прекрасно подойдут для аквариума более последнее время аквариум снова вернулся снова вернулся столько лет его не было смотрите у монофаза идеальная прозрачность для аквариума идеально подходит никогда не желтит прям вот идеально прозрачный гель easy one идеально прозрачный в любую толщину будет хорошая такая прозрачная стеклообразная структура и для аквариума это очень хорошо вот либо можно взять форм гель-клер это кто не любит жидкими работать он имеет высокую вязкость вот попробуйте форм гель-клер единственного он такой достаточно горячие мы его вообще применяем только для свободного края для подложки хотя я считаю что это наверное самый жесткий самый армирующий гель какой только может быть вот он нереальный он в небольшую толщину дает очень высокую прочность но он горячеват конечно им делать полное моделирование не стоит поэтому монофаз изи ван изи ван сегодня предлагаю взять оттенки из коллекции viva la diva сейчас я возьму наверно светлый оттенок вот этим что сегодня в контакте работала вот этим зелененьким фиолетовым кстати дать я вам покажу что если в контакте показывала сегодня показывала вот таких два варианта тоже с аквариумным эффектом я сейчас поняла что на камеру нужен аквариум чтобы был виден давать вам гипертрофированную толщину чтобы вы на камеру это увидели и так делаете как обычно подготовку натурального ноготочка и после тонкого слоя праймера и базы вы наносите сразу цветной гель-лак сейчас многие так делают либо от кутикулы делать либо на весь ноготь потом уже делают моделирование сегодня вам предлагают моделирование делать не цветными базами то что в основном сейчас все делают а сделать при помощи именно прозрачной скульптуры сделать при помощи прозрачной скульптуры поэтому так как аквариум поэтому нет смысла наносить два слоя все равно это все снивелируется за элементами нашего аквариума спрячется даже если где-то прозрачновато будет ничего страшного так сделали первый вариант аквариума я вам предлагаю сделать при помощи давайте граффити я чтобы подчеркнуть этот аквариум обычно беру какие-нибудь элементы это могут быть бульонки но так бульонки с собой сюда на северный кипр не взяла в принципе можно сделать стразы сейчас возьмем разные размеры и цвет чтобы подчеркнуть этот аквариум нужно что-то вовнутрь добавить тем более у нас сейчас будет абсолютно прозрачная скульптура мы возьмем и такие стразы и такие можно было пойти каких-нибудь на улице цветочков нарвать так дальше первый слой предлагаю сделать из стемпинга первый слой сделать из темпинга поэтому мы с вами берем что мы берем с вами ты класс можно было бы просто снять липкий слой вот но я не люблю снимать липкий слой тем более с цветного гель-лака это чревато тем что где-то вы можете снять вместе с цветным пигментом и берем пластину как раз от граффити берем пластинку граффити и поработаем сейчас гель-лак единственное представляете у меня нет пластинки поэтому буду делать своей карточкой теньку хотя надо поискать потому что это что переживаю нет правда осталось находиться буквально недельку если еще себе карту испорчу не могу найти пластинку представляете с чем снимать куда я ее дела вопрос ладно надеюсь что не испорчу так первый слой предлагаю сделать лаком давайте черным лаком наверное сделаем берем второй цвет берем второй цвет черненький цвет все приготовили еще у нас с вами под руками так делать нельзя сделали один рисуночек так для второго рисуночка давайте красный лак возьмем до поэтому что красненький пойдет это номер шесть это номер шесть все сделали это у нас будет первый слой нашего аквариума выглядит это сейчас как плоскостной дизайн как покрытие тот последний слой геля хотя это у нас будет первый слой скульптуру мы с вами будем использовать прозрачную и чтобы это было максимально высоко так сейчас я хочу шармикончики наклеить принципе сейчас стекла с нет смысла наносить поэтому предлагаю нанести шармиконы прям здесь буквально я люблю сочетать всегда вот я все лето если работаю вот этими шармиконами я ими работаю с двумя я всегда эмочи беру головки и беру граффити вот они вдвоем хорошо дружат между собой и сейчас мы добавим сначала граффити местами шармикону не очень конечно лак приклеивается должны понимать но так как это у меня аквариум то здесь можно немножечко схитрить пропустим лишний слой сделали здесь я предлагаю на тоненький слой скульптуры еще раз повторю лучше гель-лаковую скульптуру для прозрачного аквариума не брать лучше взять какой-нибудь жесткий скульптурный гель сейчас мы здесь посадим побольше стразиков чтобы больше подчеркнуть аквариум единственное если вы делаете без запила то постарайтесь по боковым сторонам по зонам роста не накладывать ничего чтобы не пилить иначе придется потом пилить все добавили бульон или классно добавлять фольгу отрывную короче все что такое более или менее имеет толщину меньше миллиметра хорошо подойдет для подчеркивания вот этой толщины аквариума все сушите и теперь делаете толстый моделирующий слой конечно аквариум лучше делать на большую длину потому что на большой длине нам требуется большая толщина а чем больше толщина тем эффектнее получается вот этот пирог слоеный тем сильнее подчеркивается что вот первый слой лежит глубоко а второй слой который под финиш идет дизайн лежит сверху там на уровне 2 миллиметра выше там получается красивая тень у аквариума тогда сейчас мы с вами делаем моделирование жалко я для аквариума мало что взяла все осталось дома поэтому кроме страз ничего нету сейчас делаем моделирую моделирующий слой можно сделать в несколько слоев чтобы за раз не делать так перевернули чтобы на камере было хорошо видно я конечно хочу сделать такой хороший слой что ты сейчас вконтакте показывала если слой небольшой то вы это через камеру телефона не увидите это рукой сделать большой сейчас я сцентрую чтобы это прямо такая толщина толщина вышла ладно если чем попилим я так думаю наверное все таки стоит попилить хотя бы чуть-чуть раз я делаю толщину это сегодня вконтакте показала но видите при такой небольшой толщины тень которую отбрасывают верхние элементы на нижней она не читается здесь есть небольшая тень здесь вот тень читается тяну камера не передает эту толщину здесь хорошо видно что этот элемент прям сверху лежит не всегда хочется использовать молочные базы для перекрытия вот как сейчас сделают для аквариума то что если мы хотим что там читали сухоцветы стразы фольга бульонки классно использовать прозрачный гель так сейчас мы еще разочек пройдемся все конечно сразу дает вопрос а как же коррекция дам коррекция получится такая достаточно трудоемкая чтобы это снять я буду когда мы работали с аквариумом да что раньше же 15-20 лет назад кроме аквариума больше ничего не делали материала уже толком то не было максимум что ты мог это предложить клиенту дизайн в технологии аквариум у меня когда клиенты приходили на коррекцию я никогда нижний аквариум не спиливала никогда я просто делала такой дизайн возле кутикулы чтобы вот эта часть дизайн отросшая осталась аквариум на а сверху делаю новый слой росписи этот аквариум старый он как фон просто идет и на самом деле этот аквариум еще можно на две коррекции использовать вот конечно аквариум лучше показывать на живых ногтях лучше всего все и теперь мы сейчас берем снова текла чтобы второй слой дизайна сделать и здесь как раз можно будет сейчас голову девчонок наклеить прошлись сегодня делала аквариум при помощи твинья что-то похожее вчера показывала уже действительно конечно тоже красивый аквариум но там нельзя сделать большую толщину потому что большая толщина она тогда слишком замыливает нижний слой росписи поэтому прикольно делать именно на прозрачную так и теперь пошли головы так не давать вот зеленая голова ярко здесь тоже видно что у меня такая прям хорошая толщина сейчас уже лучше видно что сейчас тень падает на дно нашего аквариума сейчас я приближение сделаю сильно чтобы вы посмотрели в прозрачным аквариум лучше чем с молочными базами либо гель-лаками ну хоть здесь и толщину прям вообще такую приличную сделала я вот вижу но через экраны через экран телефона понимаю что толщина аквариума не очень читать за это я не люблю аквариумные дизайны когда показываешь слепка еще классно делать аквариумные дизайны вот что можно сделать с лепкой давайте я считала чем-то слеплю на дно так берем также типсик делаем он делаем фон давайте возьмем из этой коллекции вела владива зелененький цвет это номер 377 и покроем не весь ноготь а местами просто чтобы лепку потом сделать здесь мы сейчас делаем с вами абстракцию не цветочки будем лепить абстракцию сейчас будем лепить сейчас покажу как делать быструю абстракцию так сушим для абстракции лучше взять мягкий пластилин потому что вы знаете что у нас есть хард в принципе жесткий тоже пойдет но сложновато будет сейчас рельеф сделать поэтому я беру пластилин мягенький мы его даже вот я не знаю давайте даже его может красить даже не буду хотя нет давайте покрасим сейчас мы его покрасим розовым пигментом нет голубым раз наш такая гамма зелено-голубая пусть будет берем голубой пигмент номер 180 так берем палитрочку здравствуй дорогой как твои делишки и упал сушить я чуть не отключила этот фильтр я сейчас фильтр отключила давайте посмотрим как аквариум уж лучше будет видно я косы не отключила фильтр это это так себе не очень видно аквариум ладно давайте сейчас лепить когда лепка конечно аквариум он становится таким прямо тоже явным я в принципе ничем сейчас перекрывать не буду вот эти пятна мы их вот так оставляем сейчас мы берем пластилинчик пигментик сделаем такой вот где-то беленький где-то голубоватенький вот лучше всего конечно аквариум в аквариуме из лепки смотрятся светлые пастельные оттенки потому сделаем такой светлый голубой читается ну хорошо рассчитается смотрите конечно когда мы делаем рельеф прям такой очевидный и ногти в любом случае нужно будет попилить здесь не получится так чтобы не пилить потому что лепка есть лепка смотрите можно кончиком палочки примерно наметить складочки которые сейчас буду прожимать и дальше мы уже лепку будем с вами осуществлять кисточками самая любимая кисть для лепки из красного соболя сейчас я покажу ее так и мы красный соболь номер 3 к м 3 она у нас для лепки самая ходовая эта кисть она неубиваемая потому что она собольную соответственно она и стоит сейчас цена у этой кисточки будет где-то 690 рублей или 610 или 690 опять же потому что это не колонок это не синтетика это красный соболь это нужно понимать все берете жидкость но лучше взять антисептик смотрите я очищающий спрей использую для лепки прекрасно подходит прекрасно подходит сейчас мы в какую-нибудь крышечку не перельем вот на фоне уже брельефа слайдеры они будут еще лучше подчеркивать этот аквариум жалко все таки у меня бульонок нету так все и наша задача сейчас создать фактуру которая будет хорошо читаться внутри под прозрачной скульптурой когда мы уже сверху здесь например смотрите такой он получается морской мне кажется сейчас вариант будет это могла бы быть абстракция нет пусть это будет абстракция есть шармикон классный называется мысли такой черно-серебристый хорошо еще сюда шармиконы подойдут и подчеркнут аквариум как я давно не лепила чуть-чуть попилим обязательно здесь надо будет попилить она даже красиво когда вот элементы ты абстракции где-то еще под пропилой тут тоже бывает прям симпатично такие кусочки получаются пропиленые вот когда-то я эти абстракции учила лепить из акрила вот так давно было так ну все я думаю что достаточно суши сейчас также мы добавим страз чуть-чуть и попилим с вами так как у меня бульонок нет а по-хорошему сюда можно было бы сухоцвет и бульонки тоже хорошо прям страз они немножечко стекло проваливается и нет такого прям сильного явного объема ну за неимением большего буду брать стразы сейчас так и чтобы подчеркнуть аквариум а его можно подчеркнуть только когда вы сверху добавляете слой какого-то дизайна ручной росписи те же слайдеры какие-то я предлагаю взять сейчас шармикон здесь как раз есть очень интересные разные абстрактные элементы надписи они вот вторым слоем ложатся и подчеркнуть нашу фактуру которая у нас сейчас утонет в прозрачном геле но так как я уже говорила гелья прозрачный забыла взять поэтому будем использовать базы у меня кстати есть еще классическая база супербонт она наверняка может меньше будет желтить я буду скульпт медиумом работать так просушили что дальше делаем возьмем какой-нибудь тоненький слой геля либо базы чтобы не образовалось много пузырей нужно сначала чем-то жидким пройтись потому что когда вот такая сильная фактура очень легко набить пузыри скульптура особенно густой поэтому сначала пропитывают проходят тщательно все тонким слоем либо геля либо базы чаще базы вот прям вот проходим все складочки прямо так обрабатываем чтобы пузырьков потом было меньше все теперь мы добавим сюда для красоты стразиков вот классно сюда и бульоночки вы подошли потом чуть-чуть попилим с вами всегда если мы в аквариум добавили еще какие-то дополнительные элементы которые имеют какую-то форму будет намного интереснее все добавили слушайте и потом только уже делаете толщину моделирования и пилите здесь по-любому пилить потому что мы работали пластилином здесь так не получится прям знаете вообще ничего не пилить вот в любом случае где-то там по торцам по боковым сторонам нужно будет сейчас подпилить где-то пластилин вместе со скульптурой все и теперь берем уже скульптуру в данном случае у меня гель лаковая скульптура за неимением классической вот но я все же рекомендую вам джеймте господи этот монофас и я рекомендую этот клер с клером нужно быть очень осторожным там только может на свободный край чтобы горячо не было вот и так вот монофас дайте я аккуратненько сейчас прохожусь без моделирующего такого прям сильно слоя чтобы вот переворачиваю эти такой аквариум уже конечно он явно читаются пластилин нужно брать светлых оттенков так сушим сейчас еще слой положим и будем пилить пишите кто раньше делал аквариумы кто давно не делал таких дизайнов сейчас конечно аквариумы они более быстрые и простые это как раз пример аквариума который я вам первую показала сегодня когда сделали на дно слой и сделали второй слой сверху плоскостных каких-то либо слайдеров либо стемпинга вот сейчас я вам показываю более сложный вариант это когда прям ручную сделали лепку внутри аквариума так еще слой тоже будьте аккуратны чтобы не набить пузырей много так тоже вот когда лепить будете учитывайте что например нет смысла много лепить пластилина возле кутикулы да вот возле боковых сторон возле тароца но смысл лепить если вам там придется пилить все равно понижать толщину вот поэтому не бухайте лишний пластилин лепку вот в таких зонах как кутикула да что вот здесь вот не было лишней толщины лепки чтобы вот здесь вот ногти толстыми не получилось придется все равно пилить бока и лепить там нет смысла так сушим берем пилочку шлифовщик сейчас я чуть подальше сделаю так обезжириваю обезжириваю не досушила сушить надо как положено две минуты у нас времени нет тем более это не руки клиента все и теперь аккуратненько пилить и сейчас у нас особенно где вот возле кутикулы по боковым сторонам в любом случае эта лепка она пойдет где-то под пропил но это ничего страшного получается на самом деле очень красиво если у нас часть лепки где-то попадет под пропил вот стразик слышу уже пилиться тоже вот стразики их нет смысла сильно под кутикулу глубоко ложить по торцам тоже по боковым сторонам потому что они могут под пропил попасть вот видно чуть-чуть спиливать начинаем рельеф но это хорошо ничего страшного если пришлось спилить все значит вы не угадали с толщиной лепки значит вы ее сделали настолько жирную и толстую что когда лепили было красиво а когда замоделировали пришлось пилить и все спилить основной дизайн лепки располагаете в центральной зоне продольный там где продольный изгиб даже не поперечный сколько а вот именно продольный так ладно я прям до идеала не буду доводить это же все равно типсы сейчас мы снимем пыль остатки пыли убираем и смотрите сейчас чтобы подчеркнуть этот аквариум я беру снова т класс я беру снова т класс уже в принципе красиво можно было бы такое ставить аквариум в любом случае он уже читается вот ну чтобы вот прям подчеркнуть мы сейчас с вами пройдемся все это шермиконами подчеркнем сушим 2 минуты у нас есть очень классный шермикон он вот прям действительно отображает свое название называется мысли видите здесь и графика в виде слов здесь необычные какие-то элементы которые подчеркнут какую-то абстракцию классическую абстракцию там через футуризм какие-то вот даже у меня вроде такая абстракция это через морскую тему надо же бы сейчас очень хорошо все это в контексте сочетаться за счет того что видите черное и серебро идет серебро не просто голографика поэтому сейчас придумаем что мы дальше сделаем я в описании потом прикреплю все материалы которыми я работала вот поэтому потом в описании обязательно прочитаете ну какие-то тут что-то прям не нравится так приклеиваем второй слой давайте посмотрим без шармиконов что у нас получилось хорошо получилось видите как симпатичнее так поехали как раз там где вот нельзя делать было дизайн по вростам лепить нельзя мы с вами делаем декорации Мам у меня кровь Даш поди глянь что у него с носом Даш Даша его там кровь у носу вот кровища это козявка сынок у тебя Даш не фука это же малыш да ты бушныть опять это маленький симулянт так ну и что еще я хочу добавить и словцу я уже вытерел вытерел ну хорошо раз вытерел все все прям резиновой перчаточкой тщательно прям прижимаем прижимаем разглаживаем чтобы идеально ничего не торчало и перекрываем финальным слоем конечно же перекрывать стоит глянцевым не матовым никак подматовым аквариумом он довольно сильно пропадает все сушим и наш дизайн готов вот и наш дизайн готов сейчас смотрим два варианта пишите в комментариях какой вам вариант больше нравится все на этом эфир наш подошел к концу обязательно попробуйте и со стемпингом аквариум и с пластилином всем хорошей рабочей недели всем пока пока в следующем два 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 три два 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 три